Ну и далее разговор о современном искусстве. Продолжим с руководителем арт-центра Алексеем Виткаловым. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Рад вас видеть. Ну, раз первому учителю хотят памятный знак установить, вы помните своего первого учителя? Конечно, помню. Я думаю, у каждого отражается эмоционально и в голове тот человек, который дает первые знания. Причем те, о которых ты даже не подозревал, что может быть. А вообще сама идея, вот такую дань первым учителям отдать, как вам? В любом случае нашему городу не хватает городской скульптуры. Подчеркиваю, городской скульптуры не памятников увековечивающих каких-то деятелей, а именно городской скульптуры, которую любят туристы. Мы же претендуем на туристический город. Все верно. И если взять, для примера, какие-то мемориалы памяти в городе Краснодаре, то, скорее всего, их посещают и цветы туда возлагают жители города какие-то праздники. А туристы эти объекты не посещают. Возможно, это связано с тем, что туристы приезжают получить какие-то новые эмоции и увидеть новые объекты. А таких мемориалов в каждом городе достаточно. И в советское время других памятников просто не было. Была традиция фотографироваться возле мемориалов. А сейчас, обратите внимание, потому что не хватает таких скульптур, есть традиция фотографироваться в санузлах. У молодежи. Такое новое направление. Это давно уже двигается. Нет, нужно уходить, наверное, я считаю, от такой традиции. Не очень хорошей. А все-таки фотографироваться у арт-объектов. Вот, и вообще в целом говорить о современном искусстве. То есть сейчас те объекты, эти городские архитектурные решения, они все-таки отличаются от тех, которые остались еще с советского периода. Чем они отличаются? Если говорить на вот те же столпы, которые у нас есть, точка в ЮМР. Вот в Чистяковской рочи есть тоже что-то, ну, то ли змей, то ли какие-то листья. То есть не всегда сразу с первого раза поймешь, к чему посвящен этот объект. Вот почему есть кто-то понимает? Вот вы правильно сказали, современное искусство. Можно поставить синоним временное искусство. Ведь мне приходится относиться ко всем арт-объектам как к будущему антиквариату. Так. И смотреть на этот объект, что с ним будет через 50 лет. Что от него отвалится, что поржавеет, что сгниет. Вот столпы вот эти и подобные объекты, как правило, они не проживут больше 10-15 лет. А в случае со столпами было очень пафосное открытие. Очень много было информации, как это здорово, как это классно. Но я перед тем, как идти на передачу, с удовольствием сейчас интернет позволяет провести статистику. Вы знаете, самая большая статистика по упоминаниям на фотографиях, это, конечно, наши собачки Валерия Пчелина, которые установлены в центре города. И говоря о том, что стоило бы выбрать, наверное, место правильное для этих собачек. Вот они красавицы. У вас здесь не хватает на картинки деревянных каких-то заборов, которые туда поставили. Я не знаю, зачем они портят людям всю картинку. Реально, если кто-то вот занимается... Это, наверное, для того, чтобы носы им совсем не стерли. Да ну никто не сотрет, но перестаньте бронзу. Кто наоборот отполирует. Но заборы эти смотрятся ужасно. Люди, туристы приезжают, пытаются их отодвигать, но их просто некуда убрать. Пусть какие-то службы, которые этим занимаются, прислушаются, уберут эти заборы и оставят памятник в покое. Я прекрасно помню, когда мы сказали про пафосное открытие столпов. И в то же время по-тихому собачек поставили. А тогда был очень такой форум популярный Кубань-Роу. И там очень много было постов о том, что эта скульптура вообще у нас не собачий город, а нормальная ужасная скульптура. А я хочу дополнить. Валерий Пчелин сделал несколько миниатюр вот этих же собачек. И у нас в арт-центре они очень быстро продались. В буквальном смысле вот разлетелись. Сейчас он не может их изготавливать, поскольку лети очень дорого. И на мой взгляд, это замечательный символ города. А в то же время всевозможные памятники, где голова на постаменте, они никогда не смогут стать символами города, потому что эмоции там несколько другие. Но тут руку еще Маяковский приложил. Ну, Маяковский всего там двумя строчками приложил. Но, тем не менее, появился им такой арт-центр. А раздул уже это Валерий Пчелин, вытащив из этого замечательный сюжет в виде таких прекрасных двух псов гуляющих. А вы говорите, разошлись вот прямо как горячие пирожки. Это какие-то частные коллекции или где-то в городах еще тоже? В разные города. У нас же рядом с арт-центром отель. И гости спускались, и мы только их выставлять успевали. Он только изготовил буквально несколько штук. Это штучный образец, поскольку авторские проважи там учитываются в Валерой. И само изготовление, это тяжелая скульптура высотой примерно 30 сантиметров. Очень качественная. Если все же вернуться к тем арт-объектам, которые появляются в последнее время, это современное искусство. Вы как считаете, почему такая разная реакция у людей? Люди, может быть, старшего поколения как-то более консервативные, привыкли к таким действительно головам на постаменте. А молодежь, наверное, по-другому реагирует? Потому что памятник слова, оно ассоциируется, наверное, больше с надгробием, нежели с каким-то произведением искусства. И учитывая, что принимают решение об установке памятников, очень странные люди. Вот возьмем замечательный памятник Жукову, которых больше 150 по всей стране, они практически одинаковые, только в разную сторону он смотрит. Замечательный памятник, но переименовали парк ради этого памятника. Он был памятником героев Кубани. Там перечислены люди, которые жили на Кубани. Жуков никогда не жил на Кубани. А кроме того, поставили этот памятник, вопреки всяким законам архитектуры, здравого смысла, на входе в портал Триумфальной арки. То есть это противоречит всем законам архитектуры. В то же время ставят памятник у Покрышкина, в том месте, где он жил. Потом через какое-то время памятник Покрышкина ссылают в спальный микрорайон имени маршала Жукова. Но вот эта нестыковка в местах расположения памятников, она должна как-то корректироваться и обсуждаться, я думаю, возможно. Возможно, тот человек, который занимался этими делами, он не знал, что Покрышкин жил в Краснодаре, а Жуков не жил. И его не стоит ради этого менять даже название парка, а стоит поставить Жукова в парке, не в парке, а в микрорайоне имени Жукова. А возвращаясь к скульптуре, Покрышкин, он в полный рост, в летной форме, это был замечательный памятник. Я думаю, он вызывал в центре города больше эмоций, чем просто Биржукова, стоящий на постаменте. Давайте сейчас эти вопросы зададим заслуженному архитектору России, он сейчас с нами на связи, Юрий Владимирович Рысин. Юрий Владимирович, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Ну вот такая горячая тема у нас сегодня, памятных мест, памятников, архитектурных решений. А вообще, чтобы памятник, скажем так, органично вписался в городскую среду, скульптор, наверное, должен работать в связке с архитекторами, правильно я понимаю, нет? Всегда ли удается найти это взаимопонимание? Только такая совместная работа дает хороший результат. Их достаточно много в Краснодаре, не только в Краснодаре. И я в своей жизни сделал много памятников вместе со скульпторами. И когда это совместная, равноправная работа, то результат всегда очень хороший. Ну вот вы как архитектор, на что в первую очередь обращаете внимание при работе над тематическим памятником? Вот, кстати, один из последних, который, возможно, появится, это как раз памятник первой учительницы. Ну, всегда важен градостроительный контекст, потому что памятник должен по масштабу соответствовать месту, по материалу быть родным к окружению, ориентирован должен быть правильно. Часто скульпторы совершают, по моему мнению, совершенно неоправданные такие действия, когда на север имитируют изображение человека. Святотень совершенно другая, проработка лица, ее не видно там и так далее. Это вот неправильно. Ну, то есть много нюансов, от которых зависит грамотное размещение памятника, его размеры и так далее. Ну, а вообще, вот, как вы уже говорили, да, в Краснодаре завершилось онлайн-голосование на лучшее архитектурное решение. Вот, оно, конечно, да, будет посвящено, как я говорила, первой учителю. Вообще, вот, какова концепция установки каких-то различных арт-объектов? Вот, что нужно сделать? Как нужно определить место, где оно будет уместным? Простите за татологию. Значит, задача размещения объекта, его масштаба и так далее, это задача архитекта. Понятно, что возникает сначала, ну, идея политическая, там, я не знаю, общественностью выдвигается, там, инициативными гражданами, о размещении, органами власти, о размещении памятника, посвященному тому или иному событию, лицу, там, и так далее. Но память первой учительницы, это, мне кажется, такая глобальная такая тема, она всех касается, поэтому сделать хороший, удачный памятник, это очень будет правильно и хорошо. Поэтому нужно, вот, чтобы все это совпало, чтобы не было случайно. И самое главное, памятник не должен быть смешным. Помните, сколько в последнее время интересных примеров, в кавычках, показывает центральное телевидение по памятникам, которые не то что не имеют права быть в городе размещены, и даже представить такое было нескольких десятков лет назад невозможно, и вот же появляется. Поэтому, ну, достойно, как всякое произведение искусства, это должна быть продуманная, грамотная, профессиональная вещь. Юрий Владимирович, а вот если в многоквартирных домах, в жилых комплексах, вот, жители хотят, чтобы там во дворе стояло какое-то архитектурное решение, там, городское какой-то памятник, вообще, как-то можно этот вопрос решить? Кому нужно обращаться? Какой-то механизм запроса такого есть? Ну, конечно, есть порядок, положение, размещение объектов монументальной пропаганды, объектов искусства на территории города. Надо обращаться к органам власти, получать от них согласие и делать это. Вот и все. Проходить все процедуры необходимые, согласование, чтобы неудачные вещи, мягко говоря, малохудожественные не появлялись. И получать разрешение ставить объекты современного искусства и сказать, что в Краснодаре, кстати, большая удача с объектами современного искусства, я бы не сказал. У нас, к сожалению, пока, ну, я бы не привел ни одного нормального примера, ну, за редким исключением, которые бы, вот, сказали, да, вот, посмотрите, арт-объект современный. Вы вспомните эту нашумевшую историю с, не знаю, как назвать, объектами современного искусства на Кубанной набережной. Ну, это же просто вызов общественному мнению, говорю. Просто вызов, я считаю, оскорбительный. А, кстати, обратите внимание, что сейчас на том месте, где стояли эти так называемые арт-объекты. Крашеный, черный или темно-синий цвет кирпичи лежат на красной краске, как на смешку. И это продолжается уже довольно долго, никто не реагирует на это. А это оскорбительный жест тех, видимо, кто был недоволен принятым решением о демонтаже. Так вот, подобные вещи, конечно, в городе появляться не должны. Юрий Владимирович, ну, как раз обратная история. Если недовольны, например, сами жители какого-то района, не только в Краснодаре, вообще по краю, куда нужно обращаться, если не нравится какой-то установленный арт-объект? И вообще, есть ли у нас такие случаи, когда вот были снесены, не знаю, убраны с улицы такие арт-объекты? Ну, слава богу, их немного, такие случаи, как вот по Кубано-набережной я привел. Даже было просто массовое возмущение людей, совершенно справедливое. Таких примеров, слава богу, в Краснодарском крае очень немного, очень немного. Поэтому, да, и обращаться в случае недовольства, в случае явной неудачи, явной ошибки, надо к органу власти, который своим решением примет требования о демонтаже. Другого способа не существует. Я говорю о законном способе, отработанном. Кто разрешает установку, тоже разрешает демонтаж. Да, спасибо большое, Юрий Рысин, заслуженный архитектор России, был с нами на видеосвязи. Алексей, ну вот есть механизмы установки и наоборот убрать памятник. Вот только нужно знать, да, законы? Надо памятников больше. Я думаю, что этот механизм, он настолько бюрократизирован, что художнику будет очень сложно этот объект поставить. И, наверное, следовало бы каким-то образом упростить эту процедуру. И, наверное, подключить туда всевозможные депутатские комиссии разных уровней, которых у нас очень много, и присматривать за памятниками. И на стадии их изготовления, потому что примером могу привести Аллею Славы. Это замечательная задумка в парке женского училища сделать Аллею Воинской Славы. Задумка чудесная, но воплощение ее печальное. Эти памятники поставили, они выполнены из эпоксидной смолы с марамарной крошкой. Они уже все потрескались. И, на мой взгляд, это уже кощунство и такое небрежное отношение к этим выдающимся полководцам, что детей туда водят на экскурсию, туристы приходят фотографии, делают редкие туристы, приходят делать фотографии, потому что эти памятники в очень печальном состоянии. То есть здесь само качество памятников желает лучшего или отношение к бережности, вы имеете в виду, к самим памятникам? Качество изготовления. Качество изготовления. И сделали наспех. Памятник, если качественный, то он, наверное, из бронзы. Эта технология уже веками отработана. Не делают памятники, которые стоят на улице, из гипса, из каких-то синтетических материалов. Ну, а здесь поставили целую аллею из пластмасса с гранитной крошкой, если понимаете, о чем я говорю. Вот она, естественно, начала разрушаться. Сколько эти памятники. И можно ли назвать их памятниками? Либо это современное искусство какое-то, скорее всего, да? Выполненное по фотографиям или картинкам из учебников истории на 3D-принтере. Ведь там нет художника как такового. Это модели из компьютера. Ну, мы сегодня с вами уже говорили о собачках. Есть у нас еще интересные объекты. Это и кошелек всем тоже полюбившийся. И памятник Шурику с лидочкой. Любимая фигура туристов. Отношение туристов меняется со временем к таким объектам? Я постоянно гуляю по городу с собаками. Я постоянно вижу очереди к собачкам, к Шурику лидочке. Кошелек не попадает под наш маршрут, но когда прохожу мимо, тоже вижу, что иногда там кто-то фотографируется. То есть все эти арт-объекты, они вызывают эмоции. И заметьте, все эти арт-объекты про мирную жизнь, про простых людей, про их эмоции, про их какие-то там мечты, найти кошелек на земле. Вот что-то простое. Не нужно выдумывать. А у нас получается, что начинают выдумывать какую-то идею, ее вытягивать откуда-то из прошлого. Не надо ничего, сделайте памятник трудягам. У нас единственный город в мире, где есть памятник токарю. Вот. Глебу Сидину на гнезде в Краснодар. Вы знаете, я хотела вот еще о чем спросить. Замечала, что тот же, например, наш известный парк Краснодар, когда там устанавливают какие-то архитектурные решения, это воспринимается все на ура, никаких замечаний, пожеланий нет, нежели если похожие памятники, какие-то архитектурные комбинации появляются на городских улицах, то другое отношение. Как считается, с чем это связано? Я думаю, что это все-таки символическое отношение к Галицкому, как к полу-богу, да, человек, который сделал Краснодар действительно этим городом притяжение, и место, куда обязательно должны попасть туристы, это его парк, да, храни его Господь, как говорят. Замечательный человек, спасибо ему большое, что создает, создал и продолжает создавать. А городские скульптуры, есть возможность развивать, у нас масса замечательных художников, но, повторюсь, процедура согласования этих скульптур, есть художники, которые за свой счет готовы создавать эти скульптуры, они могут быть даже небольшие, это не обязательно какой-то огромный объект, и могут появиться на клумбах, огромное количество у нас клумб по городу, а не просто сохнущая трава, если там появится какой-то арт-объект, от этого выиграют все. Но процедура, вернемся, она очень сложная, а художник, он человек-творец, он не будет ее проходить. Но общественное мнение, как считаете, важно учитывать? Обязательно. Потому что есть разные мнения. Но тут, видите, общественное, я соглашусь с вами, да, вот пафосные столпы, все аплодировали, собирались, и собачки, все говорили, не так, какая гадость. Ну вот, в том же случае, я ранее жила в Восточно-Кругляховском районе, и там однажды установили памятники, ну, не памятники, такие какие-то скульптуры, скажем так, городские, Ёшкин кот, не то, не сё, с очень странными названиями, и ведь не полюбились они сначала, но не убрали. Сейчас тоже объекты фотографирования. Нужно привыкнуть. У нас тоже когда-то появился коммунальный карась в нашем арт-центре, и краснодарцы не понимали, что это за огромная такая скульптура Рыбина появилась. А на самом деле у нее большая история, она стояла 10 лет в Омске. И причем она очень романтичная. Да, стало местом притяжения омичей, они ходили возле нее, фотографировали, стерли зубы в надежде, что сбудутся желания, которые они загадывают. Мы собирались открыть даже фонд страхования этих желаний. Страховка. Я думала, страхование зубов. Страхование желаний. Страхуем. Мы застрахуем ваши желания, и можете несбывшиеся перезагадать. То есть вот так, такая. Да, и самое интересное, что омичи, которые приезжают в Краснодар, они целенаправленно находят по Яндекс-картам карася, чтобы сфотографировать его в Краснодаре. Это действительно для них была такая знаковая скульптура. Ну, уже она становится такой в Краснодаре, люди с удовольствием постят. Алексей, ну, Краснодарский край и краева столица тоже растет, строится, расширяется, появляется много новых микрорайонов. Как считаете, в новых таких районах города необходимо устанавливать какие-то, ну, не знаю, просто... Нужно в обязательном порядке прописать, что вот открылся микрорайон, нужно установить там 20, например... Застройщику нужно, это так, что не будет обязательно застройщику. Вот вы снимаете у меня из мозга информацию. Застройщика обязательно установить там 10, 20, ну, это уже надо комиссии какой-то депутатской, наверное, решить. Сколько арт-объектов, а не просто сдать пустырь с качелей детской, скрипящей, действительно, чтобы это был микрорайон. И процесс пойдет, и художникам будет интересно, они будут на больше таких объектов интересных создавать, понимая, что кто-то оплатит все-таки их работу, им не нужно будет проходить процедуру согласования, а наоборот уже их будут искать художников для того, чтобы они создавали какие-то интересные объекты. И начнет работать вот эта цепочка, пока она не работает. А вообще, насколько скульптура Краснодара перспективная, вот, как авторы для вот уличных форумов? Ну, посмотрите, угол Красно и Горького. Казаки, интерактивная скульптура Валера Пчелина, ну, просто молодец, она интерактивная. Туда подходят люди, садятся на бочку, садятся за стол. Не только фотографируются, они садятся за стол и пьют, и едят бутерброды там. Да, это же прекрасно. И чем больше таких интерактивных фигур будет, тем интереснее город. Ну, наши скульпторы-художники готовы? Они всегда готовы, если будет перспектива, что кто-то оплатит за их работу. А пока они вместо того, чтобы работать, заниматься творчеством, ищут, кто бы заплатил за какую-нибудь их предыдущую работу. Я же говорю, цепочка не работает, нет востребованности. А культура наша, ну, она не позволяет создавать скульптуры помимо небоскребов. Еще момент, остается немного времени, вы пришли вот рядом с нашим стаканом, еще стоит очень интересный. Да, это памятник, замечательный на тот момент стакан, можете посмотреть его. Стакан? Да, это стакан, это верх технологий на конец 19 века. 1896 год. Он эмалированный, сталь эмалированная горячей эмалью. 30 мая, в день коронации Николая II, эти стаканы должны были раздавать населению. И население так хотело получить эти стаканы, что полторы тысячи человек было задавлено насмерть, и еще столько же покалечено. Поэтому это памятник настоящий, такой артефакт, памятник халяве. Ну, ничего себе, если я что-то сейчас загадаю. И Николай Кровавый получил прозвище, да, именно благодаря, в том числе, этому стакану. Ну, очень хочется, чтобы по всей Кубани были интересные памятники. Еще момент, буквально пару слов о сохранности. Какое отношение мы должны проявлять, чтобы эти памятники долгие годы нам служили? Нужно научить детей, в первую очередь, не ходить ногами по памятникам. Я наблюдал это не один раз. Ведь вся культура, она переходит от родителей, от бабушек, от дедушек. И родителям нужно объяснять детям, что памятник, на него можно смотреть, что это произведение искусства, а не игровая площадка. Я думаю, вот из этого будет складываться отношение уважительное к памятникам. А когда ребенок идет и видит, что от памятника ухо отвалилось и потрескался, да, педестал, то, естественно, он поймет, что если взрослые за ним не ухаживают, то можно ему также относиться к этому памятнику. Но вот эти вот, вы часто ходите по городским улицам, а вот туристические маршруты по каким-то памятным местам, как раз-таки, проходя мимо всех этих памятников, вот могут как раз такую воспитательную... У нас очень много экскурсий, только это взрослые в основном люди, ну, наверное, со своими детьми. А детские экскурсии я не наблюдал ни в школьное время, ни во время каникул. Хотя было бы неплохо, да, чтобы как-то организовали, и это были детские экскурсии, и детям рассказывали, что это не просто голова с фамилией, такую же картинку он видел в учебнике, а именно достижение этого человека, чтобы запомнились у ребенка, что он сделал для того, чтобы о нем хранили память, и почему он этого достоин. Ну, соглашусь с вами. Ваши спутницы, верные, Бри, уже все арт-объекты города изучили? Да. Полюбившиеся есть? Мы продолжаем осматривать. Наверное, собачка. Нет, собачки им не нравятся. Они очень любят парк 30-летия Победы, ходить под танками, там тень. Ну, вот такая история. Спасибо вам большое, что были в гостях. Алексей Виткалов, руководитель арт-центра, разговаривал с нами на очень важную тему. Продолжайте смотреть «Кубань-24», впереди вас ждут новости экономики. Субтитры подогнал «Симон»